приветствую вас на своем канале я обещала вам более подробное видео обзор данного пледа его я не нашла на просторах ютуба поэтому решила сделать запись данного видео причем что схему я в интернете также не нашла а просто скажем так по рисунку сделала свои некоторые расчеты и исходя из плотности вязания и выбранной пряжи я сделала расчет на количество петель которые нужны мне для данного размера пледа вязала я пряжу которую нашла в германии это xxl фан здесь в 250 граммах 141 метр чистый акрил ушло у меня ровно 3 моточка данной пряжи вы можете использовать шерсть полушерсть хлопок в общем на свое усмотрение я хотела чтобы плед получился нежный но при этом теплый толстый и плотный потому что вязала его на осень на прохладную скажем погоду и размеры его выбрала чтобы можно было как в коляске скажем его использовать так и дома 70 сантиметров у меня даже получилось где-то 71 если быть точной и на 90 вот я сделала вот такую схемку на просторах ютуба и интернета скажем так я подобного не нашла но нашла фотографию по которой я увидела данный узор и решила сделать вот такие вот скажем наброски вы можете оставить видео на паузу и посмотреть более скажем подробно и связать точечками я отметила лицевые петли крестиками это изнаночные петли соответственно схема читается справа налево и каждый четный ряд это изнаночный ряд крупными такими точнее такими пестрыми цветами я отметила раппорт узора высоту и в ширину составляет 12 рядов 12 петель и у нас также для узора скажем так красивой симметрии нужна одна петля я взяла пять раппортов соответственно пять раппортов мы умножаем на 12 петель вы можете взять больше меньше раппортов зависимости от того какой вы хотите размер добавила одну петлю симметрии 2 кромочные петли по краям и 6 петель планки что это значит 6 петель это у нас по три петли с каждой стороны я начинала плед набирая нужное количество мне петель соответственно у меня получилось 69 петель и провязав несколько рядов платочной вязки я перешла на распределение узора у меня получилось 3 изнаночных вот таких красивых ряда и соответственно они у меня соответствуют ширине планки можно было добавить даже 4 здесь ряд но я не хотела чтобы слишком грубые получились края вот поэтому скажем 3 петли здесь у меня планки и здесь у меня три ряда изнаночных планки и мне показалось что этого достаточно при этом я начинала вязать соответственно как вы видите с лицевой петли и заканчивала изнаночной каждый из раппортов то есть повторяете снова заканчивая один раппорт то же самое вяжите и в конце ряда у вас петля симметрии и петлю планки как в начале так и в конце ряда я думаю что здесь особого труда не составит поэтому оставляйте на паузу либо можете себе перерисовать такую схемку я рисовала от руки к сожалению потому что но опять же таки не нашла схему в интернете ушло у меня три мотка соответственно получился достаточно тяжеленький плед вот но при этом заказчица осталась довольная она его уже видела я его уже постирала вот как вы видите после стирки пряжа так как акриловая она не особо разглаживается и красиво ложится но при этом мне хотелось чтобы он выглядел грубовато сейчас грубая вязка очень модная и не забудьте сделать ярлычки что это ваша работа можете сделать вот такой ярлычок я обычно вырезаю этикетки по уходу за скажем так данным изделием из данной пряжи вот такой вот ярлычок по уходу можете тоже так прицепить его на булавочку чтобы видели скажем так как ухаживать за данной вещью чтобы она прослужила долго и не деформировалась я надеюсь что у вас все получится понравилось если будут вопросы задавайте если будет большое количество комментариев по поводу связать данный узор более подробно рассмотреть видео конечно же я отзовусь и мы с вами запишем данный узор отдельное видео всем хорошего настроения кто еще не подписан подписывайтесь на канал ровных петелек вам пока пока